Раньше за домом 1Л на улице Березовой располагались мусорные контейнеры. Теперь здесь самая настоящая свалка. По словам местных жителей, то, что можно увидеть, это маленькая толика от обычной кучи. Иногда получалось и так, что мусор перегораживал автомобильную дорогу. Причина появления этой кучи очень простая. На данный момент у нас две управляющие компании устроили между собой войну. Они могут определиться, где чья контейнерная площадка и кто какой обслуживает дом. В связи с этим площадку, соответственно, ООО «Теплостроинвест» срезали, которые обслуживают наши дома. А «Премьер Комфорт», который обслуживает вот этот дом, Березовая 3, категорически отказалась сюда ставить свои контейнеры. Поэтому у нас сложилась такая ситуация. Получается, что эта территория теперь не принадлежит ни одной управляющей компании. Земля, по словам местных жителей, стала муниципальной. Поэтому мусорную кучу вывозит префектура Московского района. Конечно, делает она это нечасто. И отходов успевает скопиться достаточно. Свалка в таком виде уже отстояла два летних месяца, за которые местные жители мучились от налета мух и неприятного запаха. Бродячие собаки. Скоро похолодает, крысы побегут. А крысы побегут, значит, караул. Мы все закричим. Но ведь было, сделали, поставили забор, все было хорошо. Местные жители уже обращались в правительство области. Им пообещали дать ответ в ближайшее время. А пока они борются с появившейся свалкой самыми разными способами. Например, расклеивают вот такие объявления. К сожалению, это не особо помогает. Люди продолжают по привычке бросать мусор в одно и то же место. Мы туда все носили. 25 лет мы вот здесь живем и 25 лет носили. Вот было все нормально. Вот там надо продумать, как-то сделать. Или захоронить хорошенько. Мусорные контейнеры, которые стояли здесь раньше, теперь вынесли за один из домов, расположенных рядом с лесом. По словам местных жителей, это зеленая территория. И ставить контейнеры туда нельзя. Бороться с постоянно появляющимся мусором люди уже устали. Общие собрания, объявления, все это не приносит никаких результатов. Масло в огонь подливают и две управляющие компании, которые никак не могут поделить этот клочок земли. От вывоза мусора с этой территории они открещиваются. По словам местных жителей, префектура Московского района готовится вынести штраф двум управляющим компаниям. Однако неужели проблему нельзя было решить раньше? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город.